Мы, конечно, любители фолка, очень сильно любим волынки и все такое, но большинство людей их, в общем-то, ненавидит, в том числе и на их родине. Потому что мы привыкли, знаете ли, у себя там в конце 20-го, начало 21-го века слышать волынки в записи, где они там хорошо все отстроены. На самом деле, вы можете, в принципе, потом пообщаться со всеми волынщиками и узнать у них, насколько сложно вообще, не то что идеально, а просто хотя бы адекватно отстроить волынку, чтобы она играла больше трех песен. Вот, в общем, вокруг этого строятся примерно все анекдоты. Например, вот первый такой. Когда я вижу мужика в юбке, я сразу в страхе убегаю. Нет, это не потому, что я гомофоб. Я просто боюсь, что он сейчас достанет волынку и начнет играть. В ирландский... В Белфасте в паб заходит подозрительный чувак и кладет какой-то вот огромный чехол. Она начинает барную стойку. Бармен в ужасе спрашивает, что это? Взрывчатка. Слава тебе, господи, я думал, это волынка, сейчас вы начнете на ней играть. Давай про сменога. Это не бой. Да все его знают, он не ирландский. Кто такой джентльмен? Джентльмен — это человек, который может после обеда сыграть на волынке, но не играет. А вы знаете, чем отличается волынка от лука? Ну, не вот этого, из которого стреляют, а вот растение. Просто, ну, когда человек нарезает лук, он плачет. А, вот до первого дошло, так что ждем, пока до остальных дойдет. Не дошло, ладно. Хорошо, тогда попроще. В чем разница между волынкой и газонокосилкой? Ответ был, кстати говоря, в моем вступительном слове. Электричество. Нет, газонокосилку можно точно настроить. Ну, ладно, еще проще. В чем разница между сбитым оленем на дороге и сбитым волынщиком на дороге? Оленя жалко. Из волынщика торчит бурдон. Близко, но правильный ответ такой. Перед оленем есть тормозной след. Почему волынщики играют в движении? Ну, шотландские, в частности, вот они вот идут и играют. Вот почему? Вот, это первый правильный ответ, да. В движущей цели труднее попасть. Вот Ромео это правильно подметил. И еще есть такой менее очевидный ответ. Чтобы задолбать как можно больше людей своей музыкой. Как заставить двух волынщиков играть в унисон? Ничего. Одного застрелить. Альпир, все киноманы знают, кто такой Альфред Хичкок. Давай играть. Юра уже оскорбился. Ладно, я тогда про Хичкока расскажу и хватит. Значит, Альфред Хичкок, да, тот самый, как-то высказался о волынке. Он сказал, значит, что изобретатель волынки, судя по всему, вдохновился видом крестьянина, который нес подмышкой маленького бизжащего поросенка. И вот увидев это, он изобрел волынку. Самое главное дальше. Здесь я вынужден отметить, что творение рук человеческих по чистоте звука даже близко не приблизилось к тому, что создала природа. Ладно, Юра там уже почти плачет от обиды, поэтому я перейду немножко к музыке. Вот, но перед тем, как перейти к музыке, сейчас популярны стали шутки про самокатчиков. В частности, вот одна такая картинка недавно появилась в интернете, широкое хождение имеет. Значит, такой стоит самокатчик, смотрит в небо, из неба такой из облаков призрачный петух, там голова петуха, и этот петух ему говорит, помни свои корни. Я это к чему, что давайте вспомним о корне волынки. Собственно, откуда волынка произошла? А вот она произошла вот в этой штуке. Это вот тростниковая дудочка. Это просто вот совершенно обыкновенный тростник, срезанный на берегу реки. Вот над нем так надрезается язычок. Ну, естественно, я, поскольку человек русский, я не мог не применить тут изоленту. Просто это не сделает, язычок будет растрескиваться дальше. Дальше делаются отверстия. Кстати, имейте в виду, что волынчики очень сильно обижаются, если вот эти отверстия на их инструменте называют дырками. Это все равно, что моряку сказать, что он не ходит по морям, а плавает. Особенно эти шутки обидны для капитанов дальнего плавания. Вот, сейчас я... Да, оно, извините, очень капризное. Ее надо, чтобы она нормальная голову, вот тут у корня лизнуть. Нет, это не шутка, кстати. Слишком выбивается. Вообще желтая, но... Так, вот сейчас она должна заиграть. А вот хрен. Вылизывай лучше. Юра, где бубен? Я помню, как играется Камаринская. Нам нужны ваши аплодисменты. Давайте. Вот в каком-то. Вот ты сухин сын, Камаринский мужик. Куда эта вторая улица бежит А бегу я для похмела в кашпачок Без похмела жить не может мучучок Кабакер столбом висели и садом Разгулялся, расплясался пьяный дом У кого принчат запазов и гроши И пляши, 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 пляши Развеселым, разгулялся в баке Мужичок несется пьяным при паке То подскочь, то согнет три долги Испытал он свадьбы и сапоги А ты суткин сын, комарийский мужик Что-то голый на земле, сырой лежит Всю одежду в кабаке, это я пропец Да зато всю ночь был весел, не кружал Вот, как видите, инструмент очень капризный Постоянно затыкается, играть не хочет Поэтому я вам покажу следующую ступень эволюции Что было после него Вот эта часть осталась Самая капризная на самом деле Но я достаюсь широких штанин Вот такая штука Вот здесь вот в закрытом капсюле Точно такой же язычок Вот здесь деревянная трубка Деревянный растроп В варианте жилейки он будет из коровьего или бычьего рога Так, сейчас у нас колесная лира подключится И мы Сейчас ее подключат, мы кое-что балканское сыграем Ну не в смысле там Гарана Бреговича Ну настоящую Понимаю твое разочарование, но извини Юра Ну что, все вроде готовы Так, Юру что-то не слышно в колонках Ни в мониторах О, теперь слышно Ну давай фон прям Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Так, дальше у нас маленькая ирландская детская песенка Тут я немножко сменю инструмент Да, и тут к нам присоединяется Кто-то подумал, что это лютня, кто-то что бузуки, но это цитерн, наверное, но я не уверену Серега, там же джек для цитерна Давай забей, давай микрофон Слышно цитерну в зале? Не, не, я ему Субтитры Алексею Дубровскому 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 Вот, чтобы вы понимали, вот эту песню мы спели Значит, с Аней мы репетировали один раз, с Вадимом ноль А этого человека я вообще первый раз в жизни бил Слушай, у меня сложные картии такие Субтитры Алексею Дубровскому Так, Юра А, опять я? Да А что делать? А, обен горы тогда, 12,5 Субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Примерно того же времени Вот она, видите, готова это сделать Их лучше подзвучить, они тихие Мы сейчас уже начинаем Слышать Хюмельхен И проверять, работает ли микрофон Который для него предназначен Это не громкая волонка Потому что в целом инструменты Ренессанса были не громкие Вопреки расхожему мнению Слышно его? Мне не слышно, я ощущаю, что мало Сергей, включи нам Хюмельхен, пожалуйста А, он звонит Так ты пока разыгрывай себе, вспоминай Куда же нажимать Друзья, для Алены и Яны Это эксперимент А вы, Алену, сегодня еще не увидите В группе Огни Новиграда, но сейчас Она решила, что нужно Внести, вернуться После такой легкой пляски Которую мы устроили под музыку Александра Октябрьского Вернуться к такому true autent В данном случае это будет древняя музыка Которая 500 лет почти Дискотека тех, кому за 400, как говорится И они впервые в таком составе вообще будут выступать Это не значит, что они впервые выступают в целом Нет, у них уже есть недовольные достаточно музыкального опыта Но тем не менее, они переживают Потому что они специально к сегодняшнему концерту К сегодняшнему фестивалю готовили эту программу Поэтому я прошу поддержать наших милых барышей Очень громкие аплодисменты Буквально еще небольшие проверки Баланс барабанов и волынки Вот этот я ставлю на дрон Буквально еще после тех, кто уже не кладется в целом И это очень любая музыка И это очень любая музыка Он говорит, что они любят Существуют, что они любят И это очень любят И это очень любые вещи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будем начинать с старинных мелодий и переходить уже в импровизацию А если вы сможете, например, потанцевать под браном, то этот хороок мы будем вам очень благодарны Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Многие из вас наверняка слышали так называемую венгерскую мелодию А на этот раз мы с Ядой сыграем вам настоящую венгерскую ремиссанскую мелодию, которая, собственно, труен яд Дима Торзок 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Я попросил их сделать программы вдвоем И большое спасибо за то, что вы выполнили мою просьбу Потому что мне нужно решать миллион вопросов В том числе, например, расположение стоек на сцене Если это можно так назвать Друзья, продолжайте, пожалуйста, провожать дурные аплодисменты наших прекрасных дам Яна хочет сделать объявление Это на самом деле не объявление Так получилось, что Алена позвала меня поиграть Я такая, ну с нами Юра, как бы ничего не страшно Но оказалось, что Юра решил научить нас плавать Просто бросить воду И у нас получилось Спасибо большое еще раз, дорогие дамы, за прекрасную старинную музыку Я хочу сказать, что настало время вспомнить о настоящих волынках Дело я имею в виду, что Что в сознании большинства людей волынка инструмент Чей? Совершенно верно Сколько на самом деле в мире существует волынок? Ну, давайте, примерно хотя бы Больше? Что? Ну, больше сотни на самом деле Больше сотни разновидностей волынок Серег, нам нужен кто-нибудь, кто будет стойки возвращать на место, красиво, да? А хотя, дальше будут волынки Дальше будут действительно шотландские волынки Одни из многих в мире Еще раз скажу, я отвлекся От Португалии до Индии Вот на всей этой территории Существует больше ста названий волынок Больше сотни Они все очень разные Но шотландцы Прозорливые Поняли, что на этом можно сделать деньги И если вы в гугле забьете слово волынка Откройте картинки То три раза вы проскроете И вы будете видеть только шотландские волынки Представляете, насколько люди крепко на это взялись Мне кажется, просто ВВП Шотландии весь на этом вот держится Да, да, да И сейчас мы такие людей, которые считают, что волынки шотландский инструмент Хотя на самом деле она в Шотландии пришла, ну век, наверное, в двенадцатом А современные волынки вообще лет триста не больше Шотландские имею ввиду Вот, тем не менее сегодня Марина Сусанова и Сташко Коньковиц из группы Грингвард Они сыграют на шотландских волынках Вот конкретно это Ты сама расскажешь или рассказать? Бузуки, который называется ирландским Играет у нас в микрофон, правильно? Садись Это твой стул Ты будешь играть стоя пешком? Нет Нет Ты будешь играть сидя тоже Это очень традиционно, друзья А в нормальных ирландских шотландских пабах играет сидя Вы видели же, да? Вы были когда-то в Ирландии? Так вот, этот инструмент называется Small Pipe И Марина, еще раз, я задал вопрос и не дождался ответа Ты будешь что-то о нем рассказывать? Не будешь Зато я расскажу, что сегодня день рождения у человека вот этого Поднимись Поднимись Повернись По вашей рукам Друзья, поздравим Поздравим Все вместе громко Споем Happy Birthday С ужасным русским акцентом Давайте Happy Birthday To you Happy Birthday Еще хуже акцент Happy Birthday С termonstommen Happy Birthday Сп Android Все официально можно закрывать фестиваль на этом Вот есть микрофон, но он будет для рассказа Ты вов Dang Ты воверешь и рассказываешь И вовераешь Нет, все таки не хочешь, Не, да Я не могу делать ничего, которые колл歌 Но У нас есть человек который может Он никкотает Нет, подожди, у нас есть человек, который может рассказать про эту волынку, но мы должны выдержать паузу. Все-таки без сюрприза сегодня не обойдется, но будет он попозже чуть-чуть. Сейчас мы услышим. Хотя бы назови, что ты будешь играть. Можно на шотландском, можно с ужасным акцентом. Всем привет! Мы сыграем маленькую шотландскую музыку, которую обычно играют на всяких танцах. Сначала сыграем джипе, а потом сыграем риле. Если кто-то слышал такие слова, можно шевелить ногами, танцевать, там, слова говорить, если риле, то... Как вырываетесь? Риле, галайс, развали. Так, это твоя авторская, что ли? Ничего же, друзья! Авторская музыка в стиле шотландской традиционной музыки для Смол Пайпа сейчас прозвучит. В исполнении Марии Сусановой и Станислава, все знают его, просто Станислав. Юра, не душни! О, спасибо! Подузи, пожалуйста. Давай тебе дроны потушим. Ты играй! Не слышно, начинай! Можно играть! Не глянь! Не глянь! Кажут, все! Знаю! Не слышно, начинай! Можно играть!! Первого, да. Ухренеть! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как называется вот этот инструмент, вы прекрасно знаете, вы много раз увидели И я верю, много раз видели в руках Анатолия Поэтому сейчас, наконец-то, позвучит настоящая шотландская волынка Ты будешь там рассказывать? Вот, рассказывай Раз О, раз Как говорится, баян не мой Многие говорили, не играй на шужих волынках Но мне еще, как-то, верно подсказали Предлагали не курить за гаражами, не пить напитков и все такое Так что, раз в одной локации оказались Хайланд и я, придется играть Сейчас будет знаменитая вещь С нее начинается каждый волыночный концерт Называется «Настройка волынки» Я не знаю, что он С нее начинается «Настройка волынки» С нее начинается «Настройка волынки» О, эту вещь вы услышите еще не раз Да, поскольку Да, вообще на самом деле У нас Во-первых, вообще люди Хайландеры выступают И Народ привык, что если Человек заканчивает композицию, он останавливается На самом деле В Шарланде это не так Обычно играют несколько композиций подряд Между которыми подстраиваются Потому что, вы сами понимаете, здесь четыре инструмента Которые между собой надо состраивать постоянно То есть, если у вас вдруг заметили, что я остановился И начал подстраиваться Это значит, что композиция закончена И если вы хотите аплодировать, то в этот момент это можно делать Мы, как в том анекдоте Стараемся спирт со всей этой херней взлететь Ух! Спасибо als Великобр altro Звук КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 не-не-не, пытаются уйти от шума, а второй вариант – в движущийся мишень сложнее попасть. Но, тем не менее, как вот у нас есть марш, мы под это ходим. Дальше я создал вещь, которая сейчас будет засмеяться, наверное. Она называется колыбельная, кроном. И, следом за ней, был замечательный этот самый джик под названием «Hone in the bag». Мёд в сумке. Кстати, обращаю пристанье внимание. Шорт-бред, все же знаете печенье такое шотландское, шорт-бред. Он по-гельски, он не short, он sweet. То есть он не короткий хлеб, а сладкий хлеб. Арн Милеш. Милеш как раз от слова «мёд» – «миль» по-гельски. Так что у нас был «Hone in the bag» – «миланамбата», если по-гельски. Наверное, я сейчас еще сюда парочку страспиев. Страспи – это у нас… Ну, некоторые считают, что… Обычно играют с этами страспи и лю. Страспи – это специфический для Шотландии жанр. Вернее, я думал, что он специфический. Оказалось, что… Как-то наткнулся на норвежский фестиваль музыки. И там ровно такой же жанр был. То есть то ли викинги туда притащили, то ли викинги оттуда притащили. Я склонюсь больше к второму варианту, когда викинги там их что-то отдавали. Вот. И «Rill» – это типа параузик, наверное. Братья, так сказать. Самый древний шотландский танец. Хотя многие говорят, что страспиев – это такое лекарство антидепрессантное. Полынка лучше от «Титирьбессанты». Игорченко – это точно! Полынка лучше от «Титирьбессанты». Болынка лучше от «Титирьбессанты». Можешь с тобой на барабане? Да! Как! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА